Сейчас мы находимся в кондитерской студии предпринимателя Елены Мухамедзяновой. Совсем скоро этот торт будет готов и отправится на праздник, на день рождения к маленькой красавице. Изготовить вот такие вот фигурки и рисунки стало возможным всего за 30 минут, благодаря вот этому принтеру, который был куплен на средства соцконтракта поддержки правительства. Раньше этот процесс мог занимать почти неделю. Ульяновские предприниматели успешно развивают свое любимое дело и санкции им не помеха. Елена Мухамедзянова – яркий тому пример. Просторную кондитерскую студию она открыла недавно. Начинала пять лет назад с малого. Делала торты на заказ у себя дома на кухне. Ко мне пришла просто подружка и сказала, Лена, нам нужно завтра сделать 30 капкейков. И для меня это было 30 капкейков. Боже мой, как это на самом деле сложно, как это я все сделаю. Сейчас 300 пирожных сделать – это не вопрос. Ну вот, пять лет работы. Елена не захотела останавливаться на достигнутом. Узнав о том, что можно заключить соцконтракт и получить от государства 250 тысяч рублей, на развитие бизнеса она не стала медлить. Мне нужно было оборудование. Мне не хватало холодильников. Мне не хватало также средств. И я обратилась вот за помощью в соцзащиту. Написала бизнес-план. Меня одобрили. И вот буквально месяц, как я все получила, все установила, и мы работаем уже. Став получателем соцконтракта, Елена направила полученные средства на покупку необходимого оборудования. Арендовала помещение. Это моя давняя мечта. Купила я этот принтер, пищевая печать и ноутбук тоже на господдержку, госконтракт, который я получила буквально, может быть, месяц назад. Печать производится как на бумаге, так и на кондитерских изделиях. Они могут быть максимум 10 сантиметров высотой. То есть мы пряники печатаем, мы разные топеры печатаем, можно на торте напечатать. То есть это мечта любого кондитера, мне кажется. До покупки принтера пищевой печати наносить изображение на торты и пирожные Елене приходилось вручную. И хотя этот процесс творческий, он занимал много времени. Поэтому взять много заказов в работу у женщины не получалось. То, что я сегодня сделала буквально за полчаса, ну, мне, наверное, понадобилось бы дня три, чтобы нарисовать. А если заказ большой, например, 30 пряников, ну, я заказы принимала за месяц, нарисовала вручную. Ну, либо заказывала пищевую печать на сахарной бумаге, потом также приклеивала. Ну, это было достаточно неудобно. Елена очень ответственно относится к своему делу и любит его всей душой. Каждый ее заказ уникальный. В каждом кондитер проявляет свои творческие способности, как дизайнер и художник. Сейчас у нас очень интересный проект. Детский день рождения. День рождения принцессы. На 50 человек. Нужно постараться. Всем угодить. Дети – это самые лучшие оценщики. В ближайшее время наша героиня планирует расширяться. Создать рабочие места с достойной зарплатой для нескольких начинающих кондитеров в своей студии. На данный момент ей в свободное время помогает подруга, которая также нашла себя в новом деле. У меня были вообще другие интересы. Но вот Елена попросила ей сейчас помочь в трудную минуту, я не отказала. Но, познав вот все вот это вот приготовление, так скажем, тортов и печений, я столкнулась, конечно, первый раз. Мне очень это сейчас нравится. Заключить контракт и получить помощь на развитие бизнеса может сегодня каждый предприниматель. Вся информация о порядке действий размещена на сайте Министерства семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.